Этот человек поймал молнию, по крайней мере так указывают во многих книжках по физике. На самом деле попытки захватить и использовать энергию молний имеют долгую и увлекательную историю, которая уходит корнями в глубокое прошлое, когда молнии вызывали у людей благоговенный трепет и восхищение своей мощью. Со временем, с развитием науки и технологии возникали идеи о том, как эту огромную энергию можно было бы применить на практике. Впрочем, даже в 21 веке энергия молнии остается одной из самых сложных для освоения природных явлений, несмотря на многолетние эксперименты и исследования. Изучение молнии началось с древнейших времен. В античных культурах молния считалась божественным знаком, часто символизируя гнев или силу богов. Например, в греческой мифологии Зевс управлял молниями, а в скандинавской – громовержец Тор, а в славянских – бог Перун. Древние философы и ученые пытались понять природу молнии, но их возможности были ограничены отсутствием научных инструментов. Однако на заре электротехники, во времена просвещения, ученые впервые начали думать о возможности использования молний как источника энергии. Серьезные научные исследования начались в XVIII веке с экспериментов Бенджамина Франклина, который в 1752 году провел знаменитый опыт с воздушным змеем, доказывающий электрическую природу молнии. Франклин использовал ключ, прикрепленный к струне воздушного змея, чтобы доказать, что молния – это мощный электрический разряд. Этот эксперимент стал важной вехой в истории изучения молний и электричества. Франклин не ставил целью собрать энергию молнии, но его эксперименты показали, что молния и электрический ток по своей сути аналогичны. Это открытие вдохновило будущее поколение изобретателей на изучение того, как можно бы использовать эту мощную природную энергию. Один из самых известных ученых, пытавшийся найти способы использования энергии молнии, был Никола Тесла, великий сербско-американский изобретатель. Был одержим идеей создания бесплатных источников энергии для человечества, и молнии казалось ему перспективным решением. Тесла верил, что молния содержит колоссальное количество энергии, которую можно извлечь и передать в глобальной сети беспроводного электричества. В конце 19 века Тесла проводил свои знаменитые эксперименты с высокочастотным электричеством и молниями в лаборатории на Лонг-Айленде, где была установлена его гигантская башня Уорденклифф. Он использовал тесловские катушки, чтобы генерировать искусственные молнии длиной в несколько метров. Эти молнии были экспериментами на пути к его мечте о передаче электроэнергии на большие расстояния без проводов. Тесла верил, что с помощью его технологии можно было бы собрать энергию молнии. Он даже делал расчеты, показывающие, что одна молния содержит достаточной энергии, чтобы обеспечить город электричеством на некоторое время. Однако, несмотря на амбициозные планы, Тесла не смог создать работоспособную систему для захвата и хранения энергии молнии. Его проекты остались на уровне экспериментов и теоретических концепций, хотя и вдохновили последующих исследователей. После Теслы на протяжении всего 20 века периодически возникали идеи по сбору энергии молнии. Одной из главных проблем всегда оставалась кратковременность и мощность явления. Молния высвобождает огромную энергию за доли секунды, и эта энергия рассеивается в виде тепла и ударной волны. Попытки создать системы, которые могли бы эффективно собирать и хранить такую энергию, не увенчались успехом. В 1980-х и 1990-х годах инженеры и ученые из различных стран экспериментировали с устройствами для улавливания и управления молнией. Один из таких проектов был предложен в Японии, где ученые использовали ракеты, оснащенные проводами, чтобы вызывать молнии и исследовать их свойства. Эти эксперименты помогли лучше понять физику молнии, но не привели к созданию реальных методов и их использованию в энергетике. В 2007 году профессор Китайского университета Сюяо заявил, что работает над проектом по сбору энергии молнии для ее последующего использования. Он предложил установить специальные устройства для сбора разрядов молний в районах с высокой грозовой активностью. По его словам, одна молния может вырабатывать до 1000 кВт-часов энергии, что теоретически могло бы снабжать электричеством небольшие населенные пункты. Однако, проект так и не был реализован на практике. В 2012 году группа ученых из Университета Саутгамптона Великобритания предложила использовать молнии для зарядки батареи. Исследователи разработали экспериментальную установку, которая смогла преобразовать электричество молнии в энергию, пригодную для зарядки небольших устройств, таких как мобильные телефоны, например. Однако, и этот проект остался на уровне лабораторного эксперимента. Основной проблемой для использования энергии молнии остается техническая сложность ее сбора и хранения. Молния представляет собой чрезвычайно мощный, но кратковременный электрический разряд, напоминающий по своему эффекту взрыв. Большая часть энергии молнии уходит на нагрев воздуха и создание ударной волны, что затрудняет прямую генерацию электричества. Даже если бы удалось собрать всю энергию одной молнии, ее вклад в глобальные электрические потребности был бы незначителен. По оценкам ученых, энергия всех молний на Земле за год составляет лишь небольшую долю от общего потребления электроэнергии человечеством. Кроме того, молнии непредсказуемы и их частоты зависят от географических условий и погоды. В некоторых регионах молнии происходят крайне редко, что делает инвестиции в инфраструктуру для их сбора экономически невыгодными. В связи с этим существует множество мифов и популярных идей о том, как можно использовать молнии. Некоторые фантасты и изобретатели предполагали, что если человечество научится контролировать молнии, то это откроет новый источник бесконечной энергии. Однако, пока эти идеи остаются в области научной фантастики. Современные фильмы и книги часто изображают молнии как источник энергии для фантастических устройств. Например, в фильме «Назад в будущее» герои используют молнию для того, чтобы запитать свою машину времени. В реальности такие идеи пока остаются за пределами научных возможностей. Несмотря на все трудности, исследователи продолжают искать способы использования энергии молнии. Современные технологии развиваются, и возможно в будущем появятся новые подходы к улавливанию и хранению такой энергии. Возможно, будущие открытия в области материаловедения или физики помогут создать более эффективные устройства для сбора энергии молнии. В некоторых странах уже ведутся исследования по использованию молний и для других целей, таких как борьба с загрязнением воздуха, или создание искусственных молний для разложения вредных химических соединений. Это показывает, что хотя энергия молний пока остается недоступной для повседневного использования, и ее потенциал в других областях науки и техники еще может быть реализован. Использование энергии молнии остается скорее теоретической возможностью, чем реальностью. Несмотря на множество попыток и экспериментов, никто еще не смог создать надежную систему для сбора и хранения такой энергии. Тем не менее, интерес к этой идее не ослабевает, и исследования продолжаются. Возможно, однажды человечество найдет способ Harness Lightning Power, открыв для себя новый источник энергии. В заключении можно сказать следующее. Молнии с древних времен восхищали и пугали людей своей невероятной силой. Они высвобождают колоссальное количество энергии за доли секунды, что вызывает вопрос, можно ли использовать эту энергию в практических целях, Хотя перспектива выглядит заманчиво на практике, это до сих пор остается теоретической концепцией. Многие энтузиасты до сих пор задают себе один и тот же вопрос, но почему так сложно использовать энергию молнии? Как я говорил раньше, одна из главных причин – это кратковременность и огромная мощность разряда. Молния выделяет тысячи киловатт-часов энергии, но вся эта мощь высвобождается за долю секунды. Этот процесс напоминает взрыв, и сбор такой энергии для хранения становится крайне сложной технической задачей. Более того, большая часть энергии молнии уходит на нагрев воздуха и создание ударной волны, а не на генерацию электричества, что снижает потенциальную пользу от ее использования. Другая сложность заключается в низкой энергетической эффективности. Даже если бы могли бы собрать всю энергию одной молнии, ее вклад в общемировую энергетическую потребность был бы незначительным по сравнению с мощностью современных электростанций. Знаменитый изобретатель Никола Тесла был одним из тех, кто пытался решить эту задачу. Он искал способы улавливать и хранить энергию молний для практического использования. В своих экспериментах Тесла применял свои знаменитые катушки и другие устройства, полагая, что эта энергия могла бы стать источником для человечества. Однако, несмотря на его усилия и эксперименты, ему так и не удалось создать работающую систему захвата и хранения молнии в промышленном масштабе. Сегодня идея использования энергии молнии продолжает вызывать интерес у инженеров и ученых, однако на данный момент она остается скорее мифом, чем реальностью. Если вам все-таки понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. До встречи в новом видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok